Всем огромный привет! У нас детки все в школе, в садике. Это так приятно. В доме тишина, можно строить планы, можно наводить порядки. Вот что мы и собираемся делать. Сейчас, правда, хотим взять машину, отвезти ее на мойку, чтобы ее, знаете, и внутри, и снаружи, везде помыли. Хотя на улице, конечно, грязь, но там еще нужно свет мне проверить, посмотреть. Я не люблю, когда, знаете, привозишь грязную машину, и чтобы там мастера в ней колупались все-таки с чистой. И наводить ремонт намного приятнее. Сегодня мне еще на маникюр, кстати, да, девчонки, хотела протестировать вот это средство Электролюкс еще со старым маникюром. Ну, обычно я так делаю, знаете, когда уже мне стоит менять, ну, менять, делать маникюр, да, я стараюсь убирать вот это, чтобы контакт с химией был, знаете, ну, чтобы уже ноготки, если убивались, то убивались, да, и уже не с новым маникюром. Ну, не успела, не успела, не знаю, пока не могу настроиться, так, чтобы, знаете, кардинально и конкретно. Так что будем уже это делать, наверное, с новым маникюром. Вот, и я думаю, что нужно мне все-таки купить кольцевую лампу, потому что, ну, освещенности как бы недостаточно, мне недостаточно. И хотела поделиться, что, ну, те, кто живет в Украине, возможно, вам будет полезен мой опыт, а он был таким, знаете, ну, серьезным, серьезным, я считаю. Потому что, ну, я вам уже говорила, да, что я покупала, пыталась купить кольцевую лампу, и два неудачных, две неудачные попытки у меня были. И расскажу, как они разрешились, потому что они разрешились, и это приятно. Ну, первый раз я покупала еще до Нового года, с кое-какими другими покупками. Мне все пришло, да, но мне пришел не тот штатив, который я заказывала. И хотя я дважды уточняла, что он будет двухметровый, вот так, вот так, да, 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 в оконцовке мне прислали такой, который у меня есть, как бы он мне не нужен, и мне пришлось сделать возврат. Ну, я сделала возврат, все было нормально, все сразу, я вернула, оформила, правда, мне пришлось платить свою доставку, ну, самостоятельно, да, это было неприятно. Но, во всяком случае, мне вернули деньги, забрали товар без всяких нюансов. Вот, ну, я, следовательно, заказала второй раз, заказала и жду, жду, жду уже день, два, три, ну, извините, новая почта, у нас быстро все доходит. Вот, пытаюсь дозвониться, мне говорят, вот, в субботу отправят, вот, в понедельник отправят, извините, так и так, вот, и это длилось уже, ну, наверное, недели две. То есть, я не могла добиться никакого адекватного ответа, есть товар, нет товар, отправят, не отправят, если нет, то скажите, верните деньги, я куплю в другом месте. Время потрачено, она мне нужна была раньше, ну, я уже, как бы, смирилась, думаю, и так, вторая попытка, и, видимо, что-то не так. И потом я на платформе Prom.ua, просто этот интернет-магазин там работает, и я написала отзыв, что вот уже третья неделя пошла, и ничего не понятно, просто ничего не понятно. Есть товар, нет товар, выслали его, хотя пишут, что выслали, странно. То есть, мои попытки выяснить хоть какую-то информацию заканчивались либо недозвоном, либо мне какие-то обещания опять говорили. Вот, и тут вдруг мне поступает звонок, и говорят, что это платформа Prom.ua, и спрашивают, разрешена ли ваша проблема. То есть, продавец ответил, вышел на контакт, что как. Я, как бы, ответила, что на сегодняшний момент ничего не решено, но снова-таки обещано. Вот, но они сказали, что если все-таки не решится, обращайтесь, мы решим этот вопрос, будем вместе решать. Есть кнопка там, пожаловаться, ну, подать жалобу на продавца, и, как бы, я так понимаю, что там можно решить. Меня это, конечно, обрадовало, но я решила, знаете, дать им еще один шанс, которым они не воспользовались. Вот, ну, и потом уже, это уже было после Нового года. Ну, как бы, я сперва, знаете, ссылалась на то, что загруженность, менеджеры работают просто там сутками напролет, да, и, думаю, ну, как бы, до моей посылки очередь просто еще, наверное, не дошла. Как бы, ну, знаете, все заказывали на Новый год подарки, это все долго, загруженность и, возможно, вот такая задержка. Оказалось, все-таки нет. Потом все-таки я обратилась на пром.юам, написала им письмо, они сказали, что нужно выслать номер заказа и прикрепить чек о том, что я оплатила. И потом они мне, ну, я это все сделала, и они мне написали, что дали срок 3 дня в течение 3 дней продавец должен со мной связаться и решить вопрос. Что вы думаете, решилось все очень быстро и легко. Да, буквально там на следующий день мне позвонили, сказали, присылайте номер карты, перечислили мне деньги, одним словом, все решилось, все хорошо. Спасибо площадке пром.юа, я не ожидала, что есть такая поддержка, есть такая помощь. Конечно, я написала слова благодарности, мои истязания, понимаете, наверное, около месяца я пыталась добиться хотя бы какого-то ответа, просто вот хотя бы какого-то, вплоть до того, что вот ее нет, да, мы вам ее не высылаем, ее нет. Хорошо, как бы, но хотя бы это ответ, да, потому что мне просто обещали, 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 да, 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 мы передадим запрос, ждите, вам перезвонят, перезвонит менеджер. Одно, одним словом, вы понимаете, да, футболили меня от одного к другому, мне даже выслали телефон, дали менеджера какого-то другого, я пыталась дозвониться, там абонент не абонент, ну и смысл. Одним словом, нервы я потратила очень хорошо, но хорошо, что все хорошо закончилось, вот, так что если вы в Украине, если у вас есть такая проблема, потому что я знаю, что у меня знакомые, вот тоже вот такие вот неполадки были с покупками, и они так это все дело и оставили, то есть они остались и без товара, и без денег, вот, потому что стучаться в какие двери, не поймешь, где искать эту истинную правду, потому что, возможно, кому-то это будет полезно. Так что вот такая вот ситуация у меня сложилась, но все равно нужно, нужно заказать лампу, вот, что я, наверное, сегодня сделаю. Надеюсь, что третий раз будет удачным, вот, так что, ну, а мы поедем по моим машинам, так что если вы с Украины, если у вас есть такие моменты, обязательно знайте, что помощь, помощь найдется. С папой зашли чайку попить, обожаю такие большие кружки, с Наполеончиком, да, праздники еще продолжаются, еще мы за ПП не брались, сахар остается, я его всегда с собой заберу, ну, потому что сладкое мы пьем чай без сахара, потому что с тортиком такой у нас чай, я с бергамотом, папа обычный, да, папа, папа тоже пьет, ну, так что мы наслаждаемся пятиминутной, знаете, спокойствием, тишиной и общественным местом, правда, никого нет, такое уютное местечко у нас тут, вкусненько кормят, тортики вкусные, вот, ну, и сразу прогуливаемся тут, пока ждем машину. А вообще чашечка такая прикольная, тут вот хэллоу, и тут, кстати, на стене тоже вот такая вот картина всякая разная, интересная, одним словом тут классненько, уютненько так, люблю тут заходить, перекусить, особенно если гуляешь по торговому центу, например, или в супермаркет скупиться, потом, знаете, как с ребеночком заехал, перекусил, ну, и можно и без ребеночка, когда они все при деле, а мы тут кайфуем, да, папа? Ходим, гуляем, смотрим, присматриваем варианты, нам же Димасика когда-то переселять придется в детскую, как это все обыграть можно, ну, неплохо, мне вообще нравится, конечно, когда, вот, свое царство, кровать, стол, шкаф, вот разные такие варианты есть, вот такой формат, ну, это, конечно, высоковато, если падать, мне кажется, это, и тоже, что это шкафы, что это, как-то так, не до конца понятно, да? Такое маленькое, вроде бы, кресло и вроде бы спальное место, ну, девочки будут такому рады, в любом случае, в своей комнате, а тут вот вообще царство девчачье классное, супер, ну, вот там увидели кровать, вот, кровать вот такую вот, ну, громоздка, громоздка, конечно, у нас кровати поменьше, ну, такой цвет приятный, спокойный, не броско, такие детские, вот тут, у нас поменьше, у нас поуже кровати, у нас 80 на 180, а тут, наверное, 90 на 2, вот оранжевенькое, прикольно, вот тут уже взрослые пошли, мне нравится, когда вот так вот обыграна уже идея, можно сразу комплект посмотреть, как это будет выглядеть в комнате, о, какое царское ложе, хорошее изголовье, такое большое-большое, мягкое, большое, кровать большая, тоже очень большая, ну, тут скромненько, тут все скромненько, ну, тут оригинальненько, так тоже, ну, все-таки лучше посветлей, такое, это зеркало, такое прям ажурное, и машинки на обоях, ретро-стиль какой-то, да, ну, это девичий, походу, да, розовый, полосочка, такое зеркало, ой, какой комод, слушайте, это что-то, тканевый, я еще таких не встречала, цвет тоже, как у нас, похожий, да, вот, как у нас диван, тут кресло, и тут такие форматы, тоже, кстати, диванчик такой прикольный, комоды разные, икеи у нас нет, только под заказ, вот так вот, можно купить вот такие вот комоды, тут прихожие, какой он прикольный, голубой, прям небесный, ну, это по типу, как у нас, только ткань другая, и цвет другой, а так тут, конечно, царство, царство, ходи, выбирай, ну, цены тоже есть разные, есть и побюджетней, а есть вот этот диван вообще, это, если в рублях, то больше 100 тысяч, ну, ты поскромнее, но тут чисто вот этот кусок без угла, у нас еще угол есть, вот у нас вот там вот такой вот коричневенький, который стоит, ну, классные диваны, и выбор, мне нравится, что здесь есть выбор, прям выбор-выбор, вот с кнопочками, тут что-то делается еще, тут кнопочки светятся, наверное, как-то раскладывается, или, наверное, ноги выезжают, да, тут еще даже USB-зарядка есть, прикольно, вообще прикольно, слушайте, все удобства на диване, тоже цвет прикольный, такой он и не серый, и не темный, и не светлый, вот разные тумбы под телевизор, одним словом, погуляли, вдохновились, идеек нахватались, мы раньше вот такой хотели, журнальный столик, который раскладывается, но мы понимаем, что он для нас очень большой, будет много места занимать, ой, вот это, кстати, очень удобно, особенно для меня, прям вот идеально, надо подумать над этим вариантом, а вот эти подушки, мне кажется, не вписываются в этот диван, какой-то цвет, как-то совсем непонятно, и вот такое кресло, мне тоже можно, мое местечко будет, главное придумать, куда его поставить, а тут вот так вот кресла раскладываются, не надо день, а то еще сломаем, придется брать, оно еще кресло-качалка, да, ну это для релакса в доме, да, прикольное, пока мама была на маникюре, посмотрите, что папа с сыном сделали, это у нас, ну такое, не знаю, мероприятие, использование вторсырья, именно картона, не знаю, это, наверное, после новогодних праздников, после елок, чтобы вот защитить природу, древесину, наверное, бумагу, вот, ну у нас коробочек Евы как раз, вон маленький, думали шляпу сделать, но обошлись, потому что Дима одевать не хочет, все равно, мы тут заклеили, конечно, белой бумагой, но это еще вырежется, так, чтобы более культурно, потому что пытались вот это закрашивать, ну, тут закрашивали вместе, это уже папа делал с Димасиком, такой вот светофор придумали, ну, тоже все, все в интернете, конечно, искали такие идеи, ну, ожидания и реальность, конечно, совсем разные, но я думаю, это лучше, чем совсем ничего, чтобы совсем не поучаствовать, поэтому поставили, чтобы вот это все подсохло, и как раз вот уже вырежем тут руки, голова будет, не знаю, получится примерять на Димасика или нет, но я боюсь, если мы дома будем частенько примерять и смотреть, как это будет выглядеть, оно просто не доживет до завтра, развалится, хотя мы там пытались скотчем усилить, помогала я тут немножечко уже, да, кстати, мой маникюр, давно я не носила френч, вот такой вот у меня идеальненький маникюр получился, я так довольна, так довольна, вы себе представить не можете, ааа, вообще прям как положено, как в магазине, как я говорю, все ровненько, под линеечку, ну, не под линеечку, конечно, но все равно, когда мастер хорошо работает, идеальненькие, я очень довольна, знаете, такой классический вариант, давно не было, как-то я пришла к более спокойным, хотя я очень раньше любила френч, и поэтому говорю, наверное, пришло время вернуться к этому, вот так что класс, я довольна. Светофорчик маленький, вот так, это игрушка с Хэппи Мила, из Макдональдса, это еще девчонкам покупали, живет долго, неубиваемые игрушки, это такой, как это пазл называется, да, или как их назвали, то была пятнашка такая, то раньше в детстве, но это по принципу и подобию, ну, получается, как пазл немножко, у нас теперь коробки от Евы по всей квартире, да, Димасик, футболки не выживают после кормления, скажи, да, Дима-дефтелька, да, пирожочек, Дима-дефтелька, пирожочек, мама тут в одеяло укуталась, у меня продолжается зимняя спячка, хотя на, вот за окном, там уже плюсовая температура, и нужно мягко входить в весну, да, сейчас немножечко, и начнем взбадриваться, кстати, это очень хорошая, вот так, моторика пальчиков, мелкая моторика, удобно, и полезно, да, да, Димасик, у нас тут уже какие-то отметины, да, ты же мама стала говорить почаще, да, да, или мама, либо кушать, а мама что там, да, ты соловей разбойник, а тут самый снежный барс, целый день вот так вот, целый день вот так вывалится, такая большая стала вообще, да, красотка, да, 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 красотка такая пухнастая, да, пухнастик наш, да, да, хвостик у Сони, да, да не надо кушать хвостик, не надо, такая белка, черная белка, ай, и я тут готовлю супер вкусняшку, у нас будут драники, деруны, как их правильно, если раньше я помню, ну, начистить картошку, это еще пол беды, да, а вот потом это все натереть, это была проблема, у меня, конечно, есть большой комбайн, который справляется с этим делом, отлично, ну, в смысле, трет именно как на терочку, ну, сейчас я стала вот в блендере, вот в таком, все перебила, и получается, как если бы я потерла на мелкой-мелкой терке, вот этой, знаете, которая такая колючая-колючая, вот так что, ну, я думаю, хуже от этого точно не будет, но, в принципе, консистенция та же самая, так что будем сегодня баловаться драниками, да, ну, сейчас вот здесь, у меня там еще картошка, поэтому будет немало, ну, знаете, они улетают очень быстро, поэтому это супер еда, которую обожают все, не знаю, кто ее не любит, мне кажется, просто за уши не оттянешь, девочки, это называется, Света психанула, посмотрите, какая миска, она больше половины заполнена, походу, я буду жарить полночи сегодня, вот, так что, ну, знаете, если бы на терке, то, наверное, такого бы количества не было, а в блендере все-таки раз-раз-раз, быстренько и хорошо, и приятно, ну, бывает, вот, знаете, попадаются какие-то вот крупненькие кусочки, но я их выбираю, вот, есть и совсем, вот, а так, в принципе, относительно однородно все получилось, и что самое интересное, обычно, ну, как бы, когда я смотрю рецепты, когда мне попадаются, да, рецепты в ютубе, то добавляют перец, соль, да, муку и яйца, вы знаете, я яйца не добавляю, получается ничем не хуже, как по мне, одно и то же, хотя убеждают меня в том, что яйца, они для скрепления, для того, чтобы там что-то соединялось, по-моему, мука тоже служит для скрепления, и деруны, драники получаются абсолютно то же самое, мне кажется, когда яйцо добавляешь, наоборот, оно немножко мешает вкусу, перебивает вот этот картофельный вкус, так что, смотрю, начинает темнеть, да, что там у нас, крахмал, железо выделяется, так что, сейчас буду добавлять муку, солить, перчить, и буду жарить, потому что мне предстоит это делать долго, я не знаю, как у кого, когда на терке трут, ну, я обычно пальцы вот, сдираю до крови, там ногти портятся сразу, а в блендере вообще идеально, то есть пальцы целы, все цело, и драники будут готовы, да, Маруся? Да! 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 Наколотила, вот у меня такой консистенции получилось, тесто, наверное, да, я, кстати, видела, когда делают вот картофельные блинчики, я еще не пробовала, обязательно попробую, но, как я поняла, что это не одно и то же, что драники, и даже не похоже, но я не пробовала, но планирую, обязательно попробую, так что, вот такое вот тесто получается, сейчас буду жарить, ничего тут скреплять яйцами абсолютно не надо, главное, хорошенько посолить, чтобы они были действительно вкусненькие, и как блины переворачиваешь, да, Дим? Да? Барсик? Накушался, вкусно тебе было, да? Да? Ай, как вкусно, скажи, да? Ммм, вкуснятина! Даже приходите, угощу, да? Да. Берите, угощайтесь, да? Вот такая вот гора получилась, наших драников, да, ну, не удивляйтесь, у нас семья большая, они улетят очень быстро, я сомневаюсь, что до завтра что-то останется, но я надеюсь, что что-то останется, как раз там папа, с папой на завтрак, вот так, что как раз проветрило окошко, чтобы жар весь этот вышел, я тут, тоже авокадо посадила, смотрю, все садят, думаю, чем я хуже, и решила тоже, тут, кстати, вот шкарлопку вот эту, ну, обдерла, вот этот вот такой вот, видите, надеюсь, что-то вырастет, ну, будем ждать, да, росточков, ну, а мы будем эту вкусняшку кушать, так что нам приятного аппетита, и вам тоже, если вы кушаете, а я буду с вами прощаться, огромное всем спасибо, кто сегодня был с нами, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и увидимся в следующем видео, всем пока-пока!